Мы сегодня приехали в Центр культуры и вина Шабо. Это вот такая у них территория, очень красиво. И сейчас мы идём на экскурсию. Оазис прям! Это фонтан с шампанским, я надеюсь. Это запах такой, тут у нас шампанский. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас через пару минут заработает фонтан И мы увидим, как зарождается вина. Сейчас все мокрые. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Котолка будет, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа, это ёмкости, которые называются винификаторы. То есть это ёмкости для брожения вина. Вот мы были только что в фонтане, видели, как идёт брожение символично. На самом деле, конечно, не так активно, не так это громогласно, но на самом деле выделяется пена, потому что брожение это работа дрожжей. То есть когда работают дрожжи, выделяется очень много тепла. Здесь внутри температура может достигать 70 градусов по Цельсию, 65-70, то есть температура очень высокая, вино может перегореть. На улице может быть 35-40, особенно в конце лета, и таким образом нам нужно охлаждать. Посмотрите, эти ёмкости оборудованы такими рубашками холода. Видите, такие небольшие вторые контуры, в которые по контуру заливается холодная вода и охлаждает до оптимальной температуры. Запомните, оптимальная температура для вин это от 15 до 22 градусов, белые вина это 15-16, красные 20-22 градуса. И таким образом вино созревает в оптимальном температурном режиме около полугода, то есть месяц это брожение, и потом 5-6 месяцев это выдержка. Таким образом эти ёмкости нам позволяют температуру регулировать. Летом, когда жарко, мы охлаждаем, а зимой, когда холодно, мы можем нагревать. Поэтому это нам позволяет сразу делать большой объём производства. Пахнет! Подходите поближе ко мне, подходите. Тут получше, немножко чем на улице, хотя тоже жарковато. Сейчас уже обратите ваши взоры на экран. Я постараюсь на основе наших слайдов показать, как идёт работа с виноградом. Итак, виноград, который мы собираем, привозим в это отделение и высыпаем по входным отверстиям, в бункерам, в так называемый гребнеотделитель. Видите, они прям подписаны. На самом деле этот агрегат называется дробилка. Дело в том, что он внутри напоминает барабан с валиками. Видите, наподобие стиральной машинки. То есть валики внутри очень быстро вращаются, бьют по винограду, отделяя ягоды от гребне. Таким образом ягоды в одну сторону, гребне в другую. Дальше, деревянные части гребне нам не нужны на утилизацию. А ягода, которая дробится, она превращается в... Перед вами очень интересный агрегат. Дело в том, что после прессования остается так называемый жмых или жом, как называют в нашем регионе. Это косточка, кожица, мякоть и они реально сухие. Потому что в домашних условиях из этого жмыха можно сделать второе прессование, либо сделать самогоночку наподобие ракии, грапы или чачи. У нас за счет профессионального прессования этот жмых сухой и мы его дальше высыпаем вот в этот шнек. Видите, тянется почти под всеми прессами, а напоминает огромную мясорубку. Видите, такие огромные ножи. То есть они перемалывают жмых в такую мелкую труху, подают по транспортерной ленте, там на улице стоит грузовик, который сразу вывозят на полях, как удобрение. И поэтому безотходное производство. Вот эти гребни, которые в первом случае получились, это дерево по сути обычное, мы его высушиваем, но сжигаем в котельне только зимой, когда холодно. Поэтому мы и теплом обеспечены. Поэтому абсолютно безотходное производство. И так, дамы и господа, мы с вами находимся возле отделения красных вин. Видите, за моей спиной огромные винификаторы немножко другой формы. Первые были вертикальные, эти горизонтальные. Дело в том, что когда мы собираем красные сорта винограда, например, каберне, пино-нуар, мерло, их нельзя прессовать. Потому что внутри красный винограда, который внешне только красный сок, белый, понятно? Поэтому если мы красный виноград тоже дробим и пересуем, как было показано на слайде, получаем белое вино. Поэтому для красного вина надо сделать только первый этап, дробление. То есть привезли, перемололи, передробили, и потом заливаем сюда именно косочку, кожицу, мякоть вместе с соком. Понятно? То есть не чистый сок, а именно все это, которое должно настаиваться. Что происходит дальше? Посмотрите. У вас тяжелая частица оседает на дно, а наверху чистый белый сок, прозрачный, пока еще. И мы должны потом постоянно взбалтывать и перемешать. В нашем регионе, я сам делаю вино, и моя семья, мы делаем это попроще. Бочки поменьше, и мы там черпачками всю эту массу мешаем, либо катаем бочки по земле. А здесь 25 тонн, то, что вы меня спрашивали, поэтому тут уже никак особо не покатает. Дело в том, что когда мы собираем элитный виноград, запомните, это не какие-то особые сорта винограда. Это тот же самый сорт, каберне, шардоне, мерло, но собирается с лучших микроучастков. И собирается он вручную, не в большие машины, как в первом случае, а в маленькие ящики. То есть более тщательный уход. Эта технология называется Grand Cru, то есть великий участок и великий виноград. Потом этот виноград, вот там такой стол находится с подъемником, это сортировочный селекционный вибростол, где вручную технологи делают триаж. Триаж, то красиво, в разное слово, означает селекция, отбор. То есть они отбираются. Проходим сюда. Мы с вами в отделении, заходим, коньячного спиртокурения. Люди опытные, я думаю, самогонный аппарат узнают сразу. Для молодежи, кто немножко не понимает, постараюсь объяснить обычными словами. Итак, перед вами две колонны. Видите, все из красной меди, то есть лучший материал противостоящих парам дистилляции. Здесь мы подаем вино, то есть запомните, коньяк пригодится только из молодого вина. То есть вот отсюда, с этими костей, подали уже через месяц это вино, то есть это в октябре, в ноябре, и подогреваем. Видите, стенки запотевшие? То есть, вы знаете, всегда идет нагрев массы. То есть обычно это борта, это ягода, это сахар и так далее. Потом этот пар поднимается на верх и дальше мы его должны собрать. Посмотрите, в обычном самогонном аппарате для этого используется паросборный. И запомните, с 25-го года название коньяк укрой не забирается с продажи. Мы не имеем права так называть напиток. Потому что это регион во Франции. Поэтому будет называться бренди Украины. Это же касается шампанское, бургундское, портвейн, херес, балага и так далее. Это все регионы, которые закрепляют за собой эту фразу. Поэтому правильный человек это ужас, но что делать? Это правило игры, которое мы принимаем. Скорее всего она будет пить уже бренди или только игре. Да не пускают, но запах даже через стекло слышно. Все, так, господа, пусть остальные тоже подходят, вдохните. Вы почувствовали, что это молодые люди? Да. А мы потерялись уже, побежали. Нанюхалась порог коньячных. Хорошо мне теперь. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 оказывается раньше дети уже в 45 лет работали их запускали в эти бочки и они выгребали тот жмых который оставался на дне после экскурсии по самому музею шабо мы смотрели фильм о том как рождается вино в течение года в целом экскурсия была довольно интересная но как по мне немножечко затянутая мы были на самой простой обычной экскурсии которая длится полтора часа ее стоимость 200 гривен это без дегустации есть экскурсия с дегустацией она длится два с половиной часа ну и так далее то есть самая длинная экскурсия там есть это 4 часа и стоимость ее если я не ошибаюсь 1000 гривен сразу после посещения центра культуры вина шабо мы отправились уже в киев собственно поэтому и не выбрали экскурсию с дегустацией а вам как раз может быть именно она и очень понравится ну Субтитры создавал DimaTorzok Еще вспомнила один нюанс. Когда мы ехали обратно в Киев, решили на трассе купить фруктов. Ну, здесь они все-таки местные, непривезенные, значит, должны быть, по идее, дешевле, чем в Киеве. Но это нам только показалось, потому что на трассе они почему-то были дороже. Впрочем, есть подозрения, что продавцы смотрят на номера машин и говорят ту цену, которую считают нужным для людей из крупных городов. Это было небольшое лирическое отступление. А вы не забывайте подписываться и ставить лайк. Впереди еще серии о Турции. Так что всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok